Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В отношениях с молодым человеком 8 месяцев, в это время он стал для меня родным, любимым, также близким другом. Всегда вместе, советуемся друг у друга, поддерживаемся, заботимся, любим. Смотря на наши отношения, можно сказать, что это здоровые и экологичные отношения, но моя проблема заключается в том, что мне резко стало неприятно быть с ним, в прямом смысле этого слова, не хочется находиться рядом. Я всегда любил его запах, но сейчас мне в прямом смысле становится точнее, когда он приближается ко мне. Это очень странно, это все произошло за неделю, то есть не постепенно. Также я перестал заниматься своей жизнью, ходить на танцы, спорт, с подругами гулять, меня не раздражало нахождение вместе с людьми. Вначале я думала, что потеряла вкус к жизни из-за частого находения на работе, но когда мой молодой человек уехал на работу, на вахте работает, я начала снова свистеть. То есть мне стало легче дышать и больше свободного пространства. По логике, как будто ММЧ не дает мне свободы, запрещает во многом, но это далеко не так. Бывали сильные сцены ревности к незнакомым людям и просьбы не носить открытые облегающие одежды. Мы мусульмане. В целом, все хорошо, он видит, что со мной что-то не так, но я не могу ему объяснить, что случилось, так как сама себя не пойму, как это случилось и почему. Может мне не хватает остроты в нашей жизни, может мне скучно с ним. Вроде месяц назад летали в Дубай. Я по гороскопу Овен, он в Иссе. Что вы думаете насчет этого? Для чего вы написали свой знак зодиака? Если, если обращаетесь к психологу, это, пожалуй, первый вопрос, который я бы хотел вам задать. Второй момент заключается в том, что, как мне кажется, вы знаете, что происходит, но отказываетесь, отказываетесь сами себе в этом признаться. И до тех пор, пока это будет так, до тех пор, пока вы будете убегать от реальности, убегать от того, чтобы признаться себе в том, как обстоят дела, проблематика будет сохраняться. Смотрите, что получается. Получается, что вы заготите к отношениям, где вы все делаете вместе. И вроде бы вам так комфортно, вроде бы вам так нравится, вроде бы. Но есть разрешение тесноты, есть разрешение на свободу. Внешне, молодой человек вас не ограничивает, внешне. Хотя вы говорили про его сцену ревности и про то, что он запрещает вам носить какую-то одежду. И, на мой взгляд, вы оказываетесь в противоречии. С одной стороны, вам хочется вот этой вот защищенности какого-то единения, и с другой стороны, вам хочется свободы. А молодого человека вы выбирали себе, по крайней мере, судя по... тому, что вы описываете, да, молодого человека вы выбирали себе исключительно по принципу единения, а не по принципу свободы. В противном случае, вы бы пресекли его сцену ревности и пресекли его требования к одежде. С другой стороны, возможно, вы и сами находитесь в определенном конфликте с собой по поводу того, насколько вы можете и должны быть свободны. Вообще по поводу того, какая вы. То есть, вероятно, вы даже и не знаете до конца, какая вы. Вероятно, вы даже и не знаете, какой вы хотите быть. Понимаете, да? До конца я имею в виду. И вот это... Конечно, очень и очень важный момент. Вот, в принципе, то, над чем здесь нужно поработать над вашим, собственным самоощущением себя. Понимаете, да? Ну, а тот человек стал ассоциироваться у вас с тем, чего, вероятно, вы всегда хотели, до сих пор, сами. То есть, вы этого, вероятно, хотели всего сами. Этой стабильности, определенности, какой-то, может быть, размеренности. Но сейчас у вас появляется ощущение, что вам тесно в этом. У вас появляется ощущение, что без молодого человека вам лучше. Понимаете, да? И это не связано с тем, что молодой человек может быть плохой. Хотя... его цены ревности и запреты уже говорит о том, что некий элемент проблем присутствует. Договорить только о том, что вы сами себя сейчас начинаете постигать. Договорить о том, что вы находитесь сейчас на таком этапе, когда узнаете себя с другой стороны. И, на мой взгляд, вам нужно помочь себе в этом, в том, чтобы себя поисследовать. Одно это делать не всегда приятно, может быть даже страшно. А со специалистом куда интереснее, куда веселее и проще. Что касается чисто такой вот функциональной истории, да, вот что касается, ну, просто чисто такой вот, значит, победительской модели. Я бы сказал, что у вас есть проблемы личных границ, вот. Я бы сказал, что у вас есть проблемы личных границ. То есть вы, ну, в данном случае, как бы, находитесь в слиянии с молодым человеком и теряете себя. Вот. Отсюда и отвращение, то есть, ну, как бы, желание держать его подальше. Вот. Понимаете, понимаете, да? Поэтому, вот, честно, слишком честно, вот, слишком близко к вам молодой человек находится. Находится. К сожалению. А вы, видимо, пока что этого не замечаете. Ну, это решаемо и корректировать. На этом все. Я буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. За помощью вам она пригодится. Спасибо. Требят. Пригодится. Спасибо.